Практически 12 часов по Москве, 16 по Новосибирску. Сегодня мы делаем расширенное заседание лидеров Союза дизайнеров интерьера России. Сегодня мы вместе с экспертом Союза, со Станиславом Ореховым, обсудим вопросы стандартов профессии. Тема не стояла остро до недавнего времени, пока эту тему не начали обсуждать в Инстаграме и представлять ее как внезапную, неподготовленную, необсуждаемую заранее, хотя уже несколько лет она обсуждалась, разрабатывалась. Мы как большое профессиональное сообщество, которое включает в себя более полутора тысяч человек, я говорю сейчас про Сибирскую ассоциацию, мы принимали участие в обсуждении стандартов профессии. Несколько лет назад выдавали свои рекомендации. Поэтому для нас это не новость, для нас это, наверное, некий логический этап, завершающий разработку стандартов, то дело, которое начинал Станислав со своими соратниками. И так как много вопросов уже возникло, на них, наверное, правильнее отвечать инициатору этого большого масштабного дела, этого проекта. Поэтому Станислав сегодня у нас в эфире, мы сегодня целых 40 минут будем говорить про это, и всего 5 минут мы поговорим про дела Союза, про то, что у нас прошло. И на этом завершим сегодняшнюю конференцию. Поэтому все, кто присоединился, у нас целых 36 человек, это очень круто. Давайте мы всех попросим потом задавать вопросы, если они у вас есть, обязательно задавайте, пишите в чат, я буду озвучивать эти вопросы Станиславу. Если захотите, можете включить звук и видео, и задать эти вопросы самостоятельно. Ну, поднимайте руку, мы включаем звук, соответственно, отвечаем. Стас, тебе слово. Да, отлично, спасибо большое, Андрей, приветствую всех участников конференции, здорово, что вам интересна тема дизайна, стандартов профессии и развития в этой теме, нашу индустрию развивать важно и здорово, что мы сейчас занимаемся. Я, наверное, построю работу так, хотелось бы именно обсудить, наверное, с вами, возможно, какие-то вопросы тоже будут ко мне. Первоначально я сейчас расскажу, на какой стадии у нас стандарты, как мы разрабатывали, и есть некоторые вопросы, которые волнуют людей, которых как будто бы не спросили, либо как будто бы, почему мы это делаем, то есть как будто первый раз они это увидели. И я здесь хочу как раз-таки не вступать в какую-то конфронтацию, то есть я со всеми очень уважительно общаюсь, это очень важно, я считаю, профессионал должен уважительно относиться ко всем. Это, в принципе, очередь, ну, наверное, основная часть работы дизайнера, да, то есть быть разумным, быть логичным, иначе как он может вообще, в принципе, работать? Ну, то есть мне, по крайней мере, непонятно. Вот, поэтому, несмотря на эмоциональные, возможно, какие-то там комментарии, я на все, они понятны, вот что могу сказать. Тревогу людей тоже некоторую разделяю, у которых есть, и готов тоже на это все отвечать без каких-то проблем, без перехода на личности, чтобы все было нормально. Давайте, если очень кратко, буквально одну минуту, две. В принципе, стандарт профессии – это документ государственного образца, то есть который заказывает государство. Для чего? Суть его в том, чтобы я ездил, откуда я это знаю, то есть можно почитать на Минитю Дайта, и можно приехать самостоятельно, каждому посмотреть, проверить, для чего это вообще нужно. Стандарт профессии разрабатывается для того, чтобы то, те положения на рынке, которые сейчас существуют, то есть то, что нужно для работодателей, и то, что нужно для клиентов, чтобы это соответствовало обучающему стандарту в вузах, чтобы люди, подготовленные в вузе, уже приходили работать конкретно на какую-то должность. Можно прийти на полностью должность, дизайнеры интерьера, там будет высшее образование, и весь набор из 10 составляющих, начиная от работы с планировками и заканчивая работой на стройках. Также можно и базовые вещи получить, например, профессия визуализатор, которая нет, профессия чертежная, которая чертит в автокаде, профессия декоратор, которая занимается стилистическим оформлением, комплектатор, то есть есть некие специализации. И для того, чтобы объяснить, где заканчивается, где начинается каждая часть, работодателям, клиентам и самим ученикам, кто будут учиться, либо самим людям, которые готовы получить второе высшее образование и не готовы, например, 5 лет учиться, они хотят какую-то новую именно базовую должность получить. Стандарт, он только прописывает, какие знания, умения и навыки должны быть для того, чтобы соответствовать ей должности. В чем суть вообще? Зачем это нужно? Ну, то есть, казалось бы, ты можешь и так прописать, и идти на рынок, и на рынке торговаться. То есть, если тебя взяли, то отлично, если не взяли, ну, значит, пойди в другую компанию. Нужно это для того, чтобы компании работали, работали по системе, по некой системе. Что это такое? Это когда у нас каждая шестереночка совпадает с другой. То есть, если ты поработал визуализатором в одной компании, чтобы, ну, ты пришел в другую компанию, тебя тоже взяли на позицию, например, визуализатора, либо дизайнера, и не представляли тебе требований, которыми ты не обладаешь. То есть, по сути, это как бы некие правила, которые выгодны в том числе для государства. Почему государство заказывает стандарты? Потому что это систематизирует рынок, делает его прозрачно, дает возможность получать в том числе льготы некие. Вот мы с Андреем тоже разговаривали, что если у КВЭД будет, то, допустим, вот в пандемии, если кто-то потерпел финансовые неудачи, да, то есть, есть возможность. Сейчас просто государство, даже если бы хотело поддержать дизайнеров, оно не может это сделать, потому что, ну, как бы, не выделены конкретные цифры. То есть, мы хотим сделать так, чтобы наша профессия была признана, чтобы она была понятна, чтобы она была как рабочая, и чтобы можно было в ней развиваться. Всем причем, и людям, которые ищут работу, и кто обучается, и кто обучает, обучающие заведения, и работодатели, и государство, все вот пять участников получают выгоды от этого. При этом здесь нет какого-то ограничения, что кто-то один будет на этом зарабатывать, да, тоже возникает такая проблема. Вот это там делается специально, потому что стерпсификации вводить. Это, наверное, самый частый вопрос. Это тема не для того, чтобы лицензию вводить, потому что ты не можешь ввести лицензию. По законодательству очень конкретно прописано, какие зоны деятельности лицензируются. Только те, которые связаны с угрозой для жизни и здоровья. Это написано в документах, которые вы можете почитать, писать, в законах. Вот дизайн к этой категории не попадает. Вот, поэтому здесь обязательно, просто даже, чтобы сделать обязательно лицензию, нужно ввести, изменить законодательство. На это никто не пойдет, это просто невозможно, это против здравого смысла. Вот поэтому здесь бояться не стоит, это рекомендательный характер. Кому интересно, кому выгодно, можете использовать для развития. Кому неинтересно, не выгодно, можете работать как угодно, и рынок сам рассудит, собственно, окей или не окей. Так, это вот вводное, базовое. Я готов буду ответить тоже на все вопросы, если они есть чуть-чуть попозже. И вторая часть, то, что хотел сказать, на какой стадии сейчас. Мы действуем, сразу скажу, то есть, если мы действуем по закону, то есть, есть некий регламент, по которому инициативная группа, в данном случае, там, которая инициирует создание стандартов профессии, она направляет в Минтруда запрос, да, что мы готовы, инициативные группы, взять на себя инициативу, финансировать за свой счет, опять же, свое время, и готовы разрабатывать для того, чтобы все это дело сделать. Но, сейчас я вам скажу еще одну важную вещь, в Минтруда есть такая штука, они сами, как бы, не курируют и не принимают стандартов профессии. Есть дизайнерское сообщество, ну, и не обязательно дизайнерское, в нашем случае дизайнерское, вообще есть сообщество в любой теме, и оно возлагает принятие стандартов как раз-таки на сообщество. То есть, как происходит? Инициативная группа создает некий документ. Кстати, в инициативную группу может быть любой войти, и был вопрос, а почему вот там большие компании, школы, университеты, институты не делают этого? Ну, я не знаю почему, то есть, этот вопрос, наверное, им надо задать, почему они делают. Я бы с удовольствием подключился к обсуждению и выдвигал бы с удовольствием какие-то предложения, которые мне кажутся разумными, а кто-то бы делал это за свой счет. Так сейчас мы сделали это за свой счет сами, за свое время, в общем-то, и можно было вносить туда три года, эта разработка шла. Я в силу своей возможности везде, где только можно, рассказывал о том, что разработка ведется. Пожалуйста, присылайте свои комментарии. Я отправлял также всем, всем абсолютно, у меня есть все, кстати, переписки, да, компаниям, которые занимаются обучением, вузом, ассоциациям. Ну, то есть, у меня была прямо такая задача, потому что у меня бы не приняли документ в Минтруда, если бы я не обратился ко всем. У меня есть переписка, только двое или трое компаний выразили там свое желание, в том числе Сибирская ассоциация. Большой тоже респект, молодцы, внимательно ознакомились, применяют, очень классно, здорово. Вот в Москве инициативы очень мало. Одна школа, сейчас вот точно не вспомню какая, откликнулась. Некоторые сказали конкретно, что им это неинтересно. У меня даже есть подтверждение, говорю, ребят, ну, как бы мы занимаемся для всех, это важная тема. Они просто прямым текстом написали, у нас там коммерческая основа, нам это неинтересно. Я сейчас не буду называть имена, я не тот человек, который там говорит, вот эти вот отказались, эти мне трубку потом не брали, эти там не читали. Зачем мне это нужно? Мне это не нужно. То есть, я в этом плане как бы всем предложил и лично, да, и стратил время и предлагал. Вот. Также несколько раз мы выступали на Аркдиалог, вот тоже хочу в благодарность Светлане Кутлуковой, они организовывали именно эти процессы. В Экспострою у нас было два или три заседания, которые тоже уменьшались комментариями. То есть, все комментарии, там более, там, трехсот, наверное, дизайнеров, практикующих были внесены, кто изъявил желание. Каждому, к сожалению, тоже прийти, ну, нет возможности. То есть, у меня просто, ну, нет, как? Как вы себе это представляете? То есть, кому крупным игрокам удалось дойти, тем дошли. С остальными, ну, не знаю, вот, в общем-то, вот такая ситуация. Поэтому я вот сейчас как бы удивлен, что некоторые говорят, почему меня не спросили? Ну, бывает, так бывает. Можно направить прямо сейчас посмотреть, еще раз прочитать и выразить комментарии, которые мы с удовольствием учтем. И если там будут разумные комментарии, с удовольствием мы попросим внести изменения. То есть, вы можете сделать прямо сейчас, я говорю сейчас, не обязательно для тех, кто в зале, кто, может быть, будет смотреть конференцию в записи, мы не хотим принять это голословно. Мы хотим, чтобы все мнения были учтены и привязаны в единую какую-то структуру. Поэтому, конечно же, пишите, изучайте. Я для этого и выложил. Я для этого и сказал, что вот мы уже сделали, ждать больше не можем. Три года прошло, четыре почти, в 2017 году мы начали. И четыре года, мне кажется, было более чем достаточно для того, чтобы сделать что-то. Ну, поэтому, вот, собственно, мы здесь еще раз собрались. Сейчас документ отправлен в Минтруда. Все собраны нужные данные, то есть собраны все подписи, все обсуждения, которые были, они транскрибированы. Комментарии, которые были обсуждения и что было принято, тоже внесено. И итогом стал вот этот документ, который проверен юристом, проверен методологом, проверен мной. Большой тоже благодарность семь у нас было участников, членов сообщества, которые разрабатывали. И которые днями и ночами штудировали и боролись буквально за каждую тему, которая там была прописана. То есть и на отдыхе, и на работе. В том числе, там и я даже в том году на отдыхе, я посвятил несколько дней просто, чтобы вот заниматься этим. И мы, по-моему, кстати, выходили даже в прямой эфир, обсуждали. То есть обсуждений было очень много. И тот документ, который получился, я считаю, он получился очень классным и таким себе объемлемым. Вот, поэтому теперь вам слово, да, какие комментарии, какие вопросы есть. Я готов отвечать, в принципе, на все, что угодно. И, ну, как бы вопросов, если они есть, то готов обсудить. Да, сейчас еще один момент буквально. Что будет после принятия? То есть как происходит процесс? Можно посмотреть на Минтруда, как происходит принятие. То есть 10 дней есть Минтруда, чтобы ответить. Потом передается это дело. 15 дней есть у компании, они отсылают сами в уже школы, министерства и союзы дизайнеров, которые также нашли. И уже не я буду, как бы, отправлять, как инициативная группа, не от нашей инициативной группы, а от Минтруда. Может быть, будет уж какой-то ответ, в течение 15 дней они ждут. Дальше, если они уже, если ответов нет, возражений нет, то они сами проверяют, уже садятся свои специалисты. И дальше уже двигают по цепочке на стадии принятия. Если будут ответы от ассоциаций, которые есть, мы с удовольствием, то есть у меня нет задачи, как можно быстрее это сделать, у меня есть задачи, как можно качественно это сделать. Вот поэтому я всегда как раз-таки за конструктивные комментарии. Но только не в стиле «все пропало, сейчас нас будут чипировать», а в стиле конкретных разумных применений. Вот это очень важно. И чем больше у нас будет отзывов и откликов, тем больше будет и лучше будет стандарт. Я лично проверяю все сообщения, обсуждаю с рабочей группой и вносим комментарии, в том числе то, что Андрей и ассоциация вносили, там многое тоже было применено. Мы давали ответы вам, что да, спасибо, суперсправедливые замечания и вносили. Поэтому это всеобщая разработка и просто так получилось, что мы курируем эту тему. Это не значит, что мы ее прям разрабатываем. Окей, спасибо. Коллеги, есть ли какие-то вопросы, можете задать. Добрый день, я, как обычно, в Арьергарде. Александр Галюта, город Сургут, дизайн-студия «Аквадрат». Да, к сожалению, подключился к вопросу про стандарты достаточно поздно. Ну вот, конечно, мог бы поработать, так как обладаю абсолютно такой активной гражданской позицией, в том числе на профессиональном поприще. Ну, я изучил за это время текст полностью стандарта. Во многом, конечно, да, снимаю шляпу, что действительно работа проделана очень огромная, колоссальная. До этого я читал еще начальные версии, там года три, наверное, назад. Вот, конечно, значительно отличается все. Видел, кто принимал участие в разработке, в списке, собственно говоря, соавторов. Ну, очень круто. Единственное, что, ну, опять же-таки, это мой личный взгляд, может быть, профессиональный, может быть, просто взгляд со стороны. Человек, который не имеет опыта еще в разработке стандартов как таковых. Но, смотрите, значит, что меня насторожило. Прежде всего, я до этого изучил стандарт профессии архитектора и увидел, что там все намного проще. То есть там меньше категорий, меньше вот этих вот каких-то, скажем так, дополнительных профессий в дизайне и так далее. И я, в принципе, с этим полностью согласен. Почему? Смотрите, ну, там есть, допустим, техника архитектора. Это там самая там начальная, да, самый начальный статус. Человек, который может делать какие-то только самые простые операции, связанные с профессией, да. Вот. Ну, что нам мешает сделать то же самое? Техник-дизайнер, да. Есть. Человек там, последний специальный дизайнер у нас есть. Да, он только пришел там, не знаю, после курсов и так далее. Вот. А дальше он там, проработав какой-то определенный период времени под руководством опытных коллег, ну, не знаю, год, два, три, да, то есть уже может перейти в следующую категорию, защититься и стать уже ведущим дизайнером, да. Да, так и есть. Да, в которой дальше как бы он так же развивается, он уже там все функции может исполнять, то есть это человек такой, человек армия, как все мы, в принципе, да. Да, вот. И проработав уже человеком армии, там, не знаю, условно, опять же, те три года, он уже может возглавить там рабочую группу дизайнерскую, да, то есть стать руководителем проекта полноценного, ну, или арт-директором там и так далее. Вот. То есть такой достаточно стандартный путь, абсолютно понятный, абсолютно прогнозируемый и так далее. Но дальше вот меня что смутило, да, то есть это мы приписываем сюда же в стандарт профессии различные вспомогательные вещи. Ну, к примеру… Сейчас, Александр, а можно вот буквально, я прокомментирую этот момент, чтобы он остался конкретно закрытым. То, что вы сказали, так и есть. У нас есть позиция младшего дизайнера, либо дизайнера техника, который как раз-таки это и делает, абсолютно это есть. Который приходит как раз в профессию после курсов, без опыта, либо после колледжа. И он должен, чтобы стать ведущим, он работает, собственно, с темой, когда у него, ну, он как подмастерье, получается, работает и получает опыт на практике. Вот что касаемо дополнительных вещей, да, то есть понятное дело, что ведущий дизайнер, он, как правило, по идее, должен обладать всеми необходимыми навыками, ну, я так считаю. То есть это уметь чертить, да, рабочую документацию, уметь, там, планировочные решения, уметь выполнять 3D-визуализацию, тем более, что сейчас выбор инструментов, он просто огромный. Уметь делать эскизы, там, ручные, там, и так далее, да, то есть используем фотошоп, не знаю, там, корили и так далее. То есть это все навыки, которыми, в принципе, должен обладать ведущий дизайнер. Вот, но мы в эту профессию сейчас, да, то есть помимо ведущего дизайнера, ставим дизайнер-визуализатор, дизайнер-комплектатор, дизайнер, ну, ребят, давайте говорить честно, это не дизайнеры. Ну, кто у нас может чертить рабочую документацию? Давайте отвечу, смотрите. Может чертить и этот дизайнер, да, то есть, а может просто обычный ПГСник-инженер. Да, я отвечу эту тему. Да, дизайнер может быть чертежником, но чертежник дизайнером быть не может, то есть, это не дизайнер интерьера. Вот, я предлагаю, скажем как, вот эти категории все вспомогательные, там, визуализатор, комплектатор, менеджер проекта, да, то есть, вынести просто в четвертую категорию, так называемый, помощник-дизайнер. И все, да, то есть, и тогда мы избежим, во-первых, перехлеста, да, потому что, смотри, сейчас визуализаторы соберутся и свой профстандарт запустят. И у них будет, там, визуализатор интерьера, визуализатор, там, предметы, еще там чего-то и так далее. И мы просто запутаемся в этих вот понятиях, да, то есть, дизайнер-визуализатор, господи, а это, оказывается, визуализатор интерьера. То есть, это будет такое, тот самый СРБО. Александр, давайте, давайте я отвечу. Хороший вопрос, на самом деле, мы, отвечаю, мы завязаны не только, как вот мы хотим сделать, есть еще методические указания к разработке профстандартов, потому что профстандарты должны разрабатываться с учетом методических указаний. И если ты зайдешь на Минтруда, собственно, посмотреть методические указания, то там будут такие вещи, как трудовые функции. И у нас, вот первый момент, что должен ли ведущий дизайнер все уметь делать. Безусловно, у него в навыках, которые он должен уметь делать, все стоит, что у этих всех ребят, которые, ну, чертежник, визуализатор, обмерщик, это все у него, естественно, есть. Вот, но он это не делает, он, написано, он контролирует эту историю. Мы не можем именно в дизайнера все туда соединить. Почему? Потому что будет тогда нарушена логика и вложенность. То есть у нас получается так, что есть ведущий, его компетенция на уровень выше, потому что он может управлять и может еще с клиентами работать. Он знает и умеет все, что другие ребята, которые под ним находятся, но он это не делает в идеале. Может ли он это делать? Может. Это уже зависит не от стандарта профессии, а от того, какую должность занимает именно этот человек. Работает ли он фрилансером, либо работает он там на должности ведущего. И по регламенту компании, в которой он работает, на него навесили все. Да, пусть делает, но в стандарте мы это прописать не можем, потому что нарушится вложенность. Это первое. Второе. По поводу дизайнер-визуализатор, чертежник-дизайнер и так далее. К сожалению, мы не можем прописать отдельно именно тему визуализации. Почему? Потому что тогда у нас будет нарушено, опять же, соотношение с тем, что это именно дизайнер. То есть к дизайну интерьера относятся. И визуализатор может быть, я не знаю, какой-нибудь, что-то визуализатор. Какой-нибудь, не знаю, на ум приходит маг и волшебник, например. То есть должна быть конкретизация, которая занимается технологией визуализации, калаш мечты, например. То есть мы не можем просто так написать, мы должны написать обязательно с увязкой к нашей теме по дизайну интерьера. Это тоже не моя тема, не я это придумал. Все названия, они были сделаны, потому что такие методические указания. Мы очень сильно завязаны в методические указания и в структуру готовую по стандартам профессии, которая необходима. И третий здесь момент отмечу, что вот вы посмотрели отлично архитектурную и другие стандарты. Я тоже говорил, а можно списать? То есть можем ли мы ориентироваться на то, что там у них есть? Тоже прямым текстом в Минтруда на встрече. Я туда ездил несколько раз с нашей группой. И нам прямо сказали, ребята, вы не должны ни в коем случае брать предыдущие стандарты. То, что было сделано, сделано. Вы разрабатываете с нуля свой. Это очень важно. И еще одна очень важная вещь, что разрабатывать должны больше не учебные заведения, а больше работодатели. Поэтому они сказали, что счет на подписи, условно, на комментарии, они будут считаться более весомыми. Больше баллов будет от профессионального именно индустрии. То есть от компаний, от профсообществ, которые работают и от работодателей каких-то крупных. Нежели от обучающих компаний. Почему? Потому что обучающий стандарт профессии, вернее, обучающий внутренний стандарт уже идет от запросов рынка. Такая вот как бы концепция. Ну вот, ответил. Понял. Еще момент какой. Смотрите, значит, у нас в отличие, допустим, от архитекторов, ну и многих других профессий, традиционно сложившихся, да, там еще в давние времена, да, то есть и с понятным путем. В профессию на данный момент, по крайней мере, приходится четырех источников, да, то есть это средне-специальные учебные заведения, высшие учебные заведения, некие частные учебные заведения, там курсы и так далее. Да, и есть еще одна категория, четвертая, это профессионалы, которые самоучки, которые зашли еще там 10-20 лет назад, да, то есть профессию. Вот нам как-то, я не знаю, может быть, найти какие-то вот в законе нюансы, которые позволят этих людей тоже в этот стандарт вписать. Есть. Потому что это достаточно большая такая категория, более того, даже скажу, многие известные дизайнеры, они имеют образования, профиль. Бывает. Как бы вот это я тоже не нашел, я увидел там, что да, какие-то там профильные организации, да, там учебные и иные, да, а вот что с этими товарищами делать? Отвечу, вопрос очень классный, у нас были очень серьезные дебаты даже внутри группы разработчиков, что должен ли дизайнер обладать высшим образованием, ну, как бы, или не должен. Ответ, да, должен высшим образованием обязательно обладать, именно ведущий дизайнер, если мы говорим, плюс, ну, не обязательно профильное, оно может быть ведущее, плюс курсы, именно переквалификация специалистов. Это соответствует требованиям Минтруда и требует, как бы, соответствует там практике. Другое дело, вход, правильно, вход. И очень, тоже очень важное требование, мы хотели ужесточить вход в профессию, требования, но в Минтруда нам тоже сказали прямым текстом, ребята, вы должны сделать так, чтобы это у вас была не бумажка, знаете, как бумажка ради бумажки, а чтобы людей, которые сейчас уже учатся, либо по факту приходят в профессию тем или иным способом, которые по факту работают, они не должны остаться за бортом жизни. И вы должны сделать так, чтобы люди, допустим, сейчас же у нас есть техникумы и колледжи, и в колледжах учат дизайну интерьера, но это среднее образование, и там человек не может выучиться на ведущего дизайнера, потому что у него высшего нет, но он может быть дизайнером-техником, он может оформлять планировки, он может быть дизайнером-визуализатором. И тогда он, обладая дипломом колледжа, который сейчас вот он заканчивает, он приходит в компанию, работает там над двумя проектами под надзором ведущего дизайнера, и через два года там, создав два проекта, он может, теоретически, получив дополнительные навыки, перейти на должность ведущего. Вот так, это тоже очень вежливое замечание, и мы тоже очень сильно с этим спорили, занижать ли или завышать ценз входа в профессию. Прямым текстом, опять же, не моя выдумка, я ничего не выдумывал, я спрашивал у сообщества и спрашивал у Минтруда, ребят, как правильно, то есть мне все равно, я запишу как надо. Вот, они сказали, колледжи должны остаться, поэтому среднее образование, профильное, либо высшее, плюс курсы переподготовки. Хорошие вопросы, Александр. Да, супер. Я думаю, Станислав ответил на них достаточно подробно, и действительно здесь предусмотрено все, потому что такие документы с кондачка не создаются и просто так не принимаются. И вот, когда мы видим в социальных сетях начальную вот эту истерию по поводу стандартов, когда говорят, вот творчество загоняют в рамки, вот нам не дадут работать, вот топовые дизайнеры сразу выкинутся из списка топов и прочее. Ну, это все просто, может быть, это несознательное желание хайпа, может быть, сознательное. Я уверяю, что все те, кто сейчас кричат, что их не спросили, да никто этим заниматься и не будет. Потому что, чтобы этим заниматься, это нужно вкладывать колоссальное количество времени в этот проект. Я, ну, Стас меня поправит, ну, наверное, года три назад, да, мы это обсуждали, да, ну, то есть это достаточно большой период времени, который, ну, кто может столько времени посвятить? Вот разработке стандартов, тем более это, я, насколько знаю, это такая, ну, просто инициатива, да, общественная, ну, общественная, да, вы же за нее даже деньги не получили, вот, это тоже надо понимать. Заплатили, много заплатил лично. То есть работа же, помимо рабочей группы, это же все не бесплатно, то есть юристу заплатить, оформителю заплатить, корректору заплатить и так далее. И помимо этого, даже не считая, там, нашей времени даже. Да, и для того, чтобы обсуждать, обсуждать, это действительно нужно быть юридически подкованным в теме тех же методических рекомендаций, да, как все это происходит. Труд очень большой, и не каждый обыватель сможет взять и начать что-то там обсуждать и выдавать правильное решение. Наверняка, прежде чем сдать в Минтруда, а мы это знаем, вот эта редакция этих стандартов перерабатывалась, ну, в несколько раз, да? Сколько, Стас, ты перерабатывал? Да много, вот три года мы перерабатывали, то есть если бы все было с первого раза, мы бы сразу бы сдали. Но мы специально инициировали общение, критику получали в свой адрес, не в свой, а в адрес стандартов и несоответствий. И мне это важно именно сделать, то есть я человек, которому важна правда, вот это самое главное. Какая бы она ни была, ну, я за правду. Соответственно, если там где-то ошибка, то я буду первый, кто скажет вам огромное спасибо, если вы ее найдете. Поэтому читайте, ищите, я не обижусь ни в коем случае, у меня нет задачи как бы там такого, что вот там нашли. Наоборот, я супер бы готов даже платить условно за то, чтобы кто-то просидел, проанализировал и нашел несоответствие. Вот, поэтому это важно, потому что эта штука останется, мы с ней будем работать, не только мы, там наши дети, внуки, то есть оно останется. Вот, поэтому мы сейчас можем и должны сделать, я считаю, ну, почему нет, если мы можем это сделать. Кто кроме нас, нет каких-то там супер людей, которые сядут и начнут делать. Нету таких в государстве, в политике нету, в Минтруда нету, они этим не занимаются, этим можно заниматься только мы. И в принципе, ну, почему нет, надо брать ответственность на себя и действовать. Я готов ответить на вопросы, тут я вижу много в формате Блиц где-нибудь, ну, сейчас отвечу, а потом еще кого-нибудь выведем. В чате, в чате, Стас, есть в чате вопросы? Да, в чате. Да, я сейчас из чата отвечу, если кто-то еще хочет лично что-то сказать, то посмотрим. Так, где ознакомиться стандарт профессии? Ссылку, Андрей, дашь ссылку, наверное, да, в чате? Мы скинем в чатах, везде. Было бы, конечно, неплохо, если были где-то в открытом доступе. Есть, ну, в открытом доступе они появятся через 10 дней, потому что Минтруда принял, они сейчас проверяют, если там ошибок у нас не будет с точки зрения формата подачи, если будут, они завернут это дело, если не будут, они обязаны по закону разместить у себя на сайте Минтруда через 10 дней. То есть, через неделю, дней 10, вы увидите там, если они примут, опять же, я не говорю, что они примут, может, они не примут, не знаю, но по закону так, поэтому увидите. Пока это у нас, потому что, ну, а где еще размещать? Давайте я в Гугле размещу, ну, то есть, можно вот у Андрея разместить на сайте ассоциации, скопируйте, разместите, какая разница? Это же не моя тема, это общая тема. Я о градации званий писал в анкете на вступление, что туда нужно все-таки отделять новичков и уже опытных дизайнеров, не в обиду новичкам, конечно, но они отделены в стандарте, конечно, есть младший дизайнер, есть ведущий, есть арт-директор, есть руководитель, ну, то есть, они отделены все. У меня тоже вопрос, если я занимаюсь полным циклом, но я не подхожу по каким-то требованиям, то я уже не могу заниматься сопутствующим сопровождением своего проекта? Можете, вам никто ничего не запрещает, стандарты не носят запретительный характер, можете делать все, что угодно. Если вы придете к кому-то устраиваться на работу, например, и он скажет, а ты визуализатор, скажешь, да, покажи свои визуализации, например, ты показываешь, он тебя спрашивает, а ты умеешь там, ну, допустим, что-то там написано в стандарте, что ты не умеешь, а там написано. Ты говоришь, нет, не умею, но он такой смотрит на тебя и говорит, ну, ты все равно классный специалист, мы тебя возьмем, и все, здесь нет обязаловки, что вот он тебя не может взять, могут брать вообще без образования. Я занимаюсь профессией дизайнера, там уже очень много лет, да, более 10-15, я работал с сотнями людей, ни у кого в жизни я не спросил диплом, я смотрел только на работу. То есть кому надо, тот спросит, кому не надо, соответственно, не спросит. Это дело добровольное. Стас, я тебя попрошу, перелистай, пожалуйста, пониже, вот у нас в чате Союза был этот вопрос, и я вижу, что вот Эвелина этот же вопрос задала здесь, просто мы предложили не в чате обсуждать, а именно вот тебе на прямую задать. Задавай. Вот вопрос, а на каком основании вы берете на себя эти функции, единолично разрабатывая документы, которые могут влиять на работу всех дизайнеров без широкого обсуждения? Это же не называется, обсудим, уже все в Министерство труда отправлено. Мне вот интересно, если господин Орехов, как и весь Союз, делает вид и строит свою пропаганду на том, что им интересно мнение других дизайнеров, давайте вместе и прочие лозунги, почему же тогда о том, что стандарты разрабатываются, не было никаких обсуждений, даже в хваленом чате Союза, ни слова, случайно узнал от стороннего юриста, что стараются протащить стандарты профессии, и уже пришло письмо в Министерство труда, а теперь, конечно, Орехов будет делать вид, что мы что-то обсуждаем. Ну, хороший вопрос, но, наверное, вы не сначала были, я только что на это ответил уже, в принципе. Давайте, ну не знаю, с конца начнем, то есть Орехов делает вид, что мы что-то обсуждаем. Ну, как бы мы обсуждали и раньше, ну, можно было всегда подключиться и всегда обсуждать, я не делаю вид. То есть, зачем мне это делать, если бы я хотел замалчивать, я бы собрел бы все регламенты, которые нужны, нигде бы не публиковал, что ЭГЕ мы, значит, отослали, пока бы его не приняли. Я втихомолку бы постарался бы сделать так, чтобы соблюсти все юридические основания и, значит, протащить, 10 дней бы подождал молча, потом 15 дней бы подождал молча, естественно, бы мне никто не ответил, и тогда стандарты уже бы приняли. То есть, я бы так действовал, если бы я хотел так действовать, как вы мне приписываете. Понимаете, то есть, даже логики в этом нет. То есть, если направить мою энергию в зло, некое, да, как вы приписываете, я бы действовал совершенно более изощренным способом, но этого нет. Я, наоборот, сейчас с вами встречаюсь и говорю, что я готов даже дорабатывать, если нужно. Пожалуйста, читайте, учите. Дальше, значит, что там еще было. Почему мы делаем? Смотрите, у нас мы живем в правовом государстве, все, что не запрещено, то разрешено. Потому что я считаю, что я имею право и по закону мне это не запрещено. Потому что никто другой не сделал. Я тоже об этом рассказывал. Если кто-то сделал, пожалуйста. Как бы говорящих очень много. То есть, говорить очень много люди могут. А попробуй сделай. Я с удовольствием пойду к кому-то и вступлю тоже в любую ассоциацию, клуб и так далее. Если будет кто-то организовывать, и там мне будет ценно. Вот я организовывал эту вещь, показывал. То есть, я считаю себя возможным быть инициатором и организатором. И никто мне не запретит. И ничьего мнения я здесь как бы учитывать не буду, потому что законом это не запрещено. Дальше мы смотрим на стандарте профессии, вернее, на Минтруда, кто может инициировать. Инициировать могут, там написана группа людей, которые могут инициировать. Это профессионалы, которые работают. У меня уже в этой теме огромный опыт подтверждено. То есть, я имею абсолютно, наверное, больше там, чем у многих, кто мне комментировал. У меня ИП организовано, которым я занимаюсь с 2008 года. Это документально подтверждено. А по факту я в этой индустрии уже более 20 лет. То есть, ИП у меня на дизайн-студию с 2008, уже больше 10 лет. Ну, как бы, почему нет? Вот. Поэтому здесь не вижу никаких проблем. Что там еще было? Я не знаю. Зачем это надо? Зачем надо, я тоже объяснял вначале, можно переслушать. Ну, то есть, можно почитать на... Как бы, зачем нужно? Ну, собственно, хаос убрать, проблемы с обучением убрать, качество повысить. Ну, чтобы люди понимали и клиенты, и сами люди, да, которые учатся, и работодатели, в общем, говорили на одном языке. То есть, это просто формат, как азбука, да, формат терминов и определений, чтобы все понимали, что к чему. Ну, тут, видимо, не до всех вовремя доходит информация, потому что понятно, что не все состоят в чатах каких-то... Да, вот, кстати, да, спасибо тоже. То есть, как вы все представляете, чтобы я к вам домой приехал и попросил, ну, как бы, вас лично прокомментировать, ну, у нас 50 тысяч дизайнеров, мы этим будем заниматься примерно, наверное, лет 150. Ну, то есть, просто жизни не хватит. Я не знаю, как, везде Аркдиалог публиковала, Сипсада публиковала, я обращался к большим школам, компаниям, они, многие не проявили заинтересованность и не захотели распространять, хотя у всех база. Задайте вопрос как раз школам дизайна. Знали ли вы про стандарт вообще? Все знали. Нет ни одной школы дизайна и ни одного ассоциации, которые не знали про стандарт. Поэтому задайте этот вопрос не мне, а им. И у меня есть документальное подтверждение, что я им отправлял по почте и предложил... Ну, как бы, я сейчас просто не хочу это инициировать, да, зачем мне это надо? Я не хочу быть, вот они там, негодяи, да, что они не распространили. Зачем мне? Понятно, что когда занимаешься серьезным делом, ты стараешься охватить максимальное количество людей, ну, профессионала в области, и я понимаю, что у тебя есть наверняка, да, запросы во все абсолютно инстанции, школы, в авторитетные какие-то студии там и прочее, прочее. Ну, кто захотел, тот ответил. Конечно. В чатах, вот, Эвелина спрашивает, что состоит в чате, там не было об этом информации. Но наш союз мы начали организовывать в апреле, а стандарты начали обсуждаться несколько лет назад. Вот, поэтому мы, как только появилась информация о том, что сданы стандарты в Минтруда, мы сразу опубликовали это в чате лидеров отделений, ну, и, соответственно, возник запрос, мы стали обсуждать это вот в таком формате. Сейчас, кстати, у нас уже 79 участников обсуждения, я считаю, это очень хорошо. То есть информацию мы обязательно запишем, то есть этот формат мы сохраним, и выложим тоже на всех ресурсах для того, чтобы все могли обсудить. Да, вопрос, ну, не вопрос, да, хорошо, что нас много, да, каждый теперь может поделиться с другом, а друг еще с кем-то, и таким образом мы охватим там 50 тысяч дизайнеров там в нашей стране. Что еще хочется сказать дополнительно, что, опять же, если, почитайте, изучите, посмотрите, мы специально это делаем сейчас для этого. Если вы увидите, вот сегодня же были комментарии, то Александр отлично там вопросы задавал, он выдвинул предложения какие-то, я сказал, что это учтено, это уже есть, почитайте, посмотрите. Теперь Александр может не верить мне на слово, да, а зайти в Минтруда, зайти в документ стандарта, который мы подготовили, и проверить, где я ошибаюсь. То есть вдруг я ошибся сейчас в том, что я сейчас говорю, ну, просто это же просто слова. Проверьте, посмотрите, найдите несоответствие, и с удовольствием мы направим еще раз письмо, что нам нужно изменения внести. Но мы это уже делали три года подряд с многими ребятами, которые уже участвовали. Просто кто-то только подключается, им тяжело как бы понять. Если найдете, с удовольствием мы это внесем. То есть я за то, чтобы вы прямо сейчас прошли, изучили, сделали мне конкретные замечания, не в силу, кто такой Орехов, почему он этим занимается. Оставьте уже меня в покое, какая вам разница. Смотрите на документ по фактам, и те факты, которые вы смотрите, мы внесем. Я говорю, мы внесем то, что вы скажете, если это будет разумно. Понимаете? А можно, да, сказать? Конечно. Во-первых, Станислав, я хочу вас поблагодарить за эту работу, трехлетнюю, которую вы на себя взяли. Во-вторых, почему-то здесь никто не говорит о том, что это делается еще для того, чтобы вообще наша профессия появилась в списке профессий. Ее как таковой же на данный момент нет, мы, получается, никто. И отношение к нам соответствующее. И сейчас такой происходит очень важный момент, что мы наконец-то, у нас наконец-то будет официальное имя, что есть такая профессия дизайнер интерьера в нашей стране. Просто хочу вас за это поблагодарить. У меня даже вопросов нет никаких. Спасибо. Спасибо за поддержку. Приятно. Коллеги, у нас осталось буквально две минуты по нашему регламенту. Если есть вопросы, либо они будут, мы можем сделать следующим образом. Вы можете подготовить эти вопросы. Я думаю, сейчас после нашего эфира они еще появятся. И мы можем сделать подобную же конференцию на следующей неделе, провести, пригласить Стаса. И если какие-то дополнительные вопросы появятся, мы их обсудим. Вот в таком формате. Стас, как? Да, я с удовольствием. Если удастся сохранить чат, Андрей, сохраните, пожалуйста, потому что я могу их, этот чат, на все вопросы ответить. И я запишу отдельное видео, просто выложу и разошли участникам, тем, кому сейчас мы не успели ответить. На все вопросы без проблем я отвечу. Так, а мне нужно понять. Так, мы чат как-то можем, да, сохранить здесь, который в Zoom у нас? Ну, копипейст просто сейчас помощник кто-то, если сделает, будет отлично. Да, да, да. Если кто-то лично еще что-то хочет сказать, давайте, как бы, раз уж мы живьем, пообщаемся. И сколько у нас времени осталось? И теперь, коллеги, можно пообщаться еще очень долго, просто я должен буду через 5 минут удалиться. Своим помощником я просто оставлю это место, и все, вы можете общаться здесь еще хоть час. Добро, давайте так, ну, не час, понятно, там, может быть, полчаса еще будут вопросы, и в чате их очень много, поэтому, Стас, я тебя попрошу на них поотвечать. Да, давай, давай, хорошо. Хорошо, а дай тогда кому-нибудь модерировать там управление. Да, 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 сейчас вместо меня придет Николай, и... Спасибо за организацию, ну, собственно, либо тоже кого-то вывести, кто хочет что-то сказать, любую тему, либо я сейчас поотвечаю просто на вопрос, чтобы второй раз на видео не записывать. Да, Стас, ответь, пожалуйста, вопросов действительно очень много, они актуальны, и можно даже не переходить там в следующую неделю, можно сейчас на большое количество вопросов ответить. Да, давай, хорошо. Хорошо. Спасибо, а я потом в записи посмотрю все. Спасибо. Так, тогда иду сверху вниз и отвечаю. Коллеги, а можно... Да, давай. Живой вопрос. Да, да, давайте живые, а эти я отвечу. Многие коллеги, как бы, задают вот первый вопрос, ну, кто является собственниками студии, не только в Сургуте, но и в других городах, вот, когда мы общаемся по поводу профстандарта, да, то есть есть опасения какие, а то, что появление профстандарта в конечном итоге приведет к появлению, как это в свое время было, проектировщиков, СРО, ну, во что это превратилось, мы все это знаем, вот, как у нас, скажем так, чаяния и веяния в верхах власти вот на этот счет, не получится так, что мы залетим вот в эти СРО опять, где придется что-то кому-то платить, непонятно ради чего и так далее. Смотрите, СРО для дизайнеров не нужно, в принципе, даже для архитектуры до трехэтажного здания нет, или даже четырех, не помню, или три, или четыреэтажное здание, вот, все, что выше, это связано с опасностью для жизни, здоровья людей, поэтому там, естественно, нужно СРО, вот и все, в принципе. И общественные здания, естественно, тоже СРО. Поэтому общественные интерьеры, да, там могут быть, и, наверное, это справедливо, возможно, то есть, ну, как бы, тут, наверное, может быть, это больше государственникам, да, смотреть. С точки зрения частного, там, домостроения, или частного, там, квартиры, либо, там, рестораны, не затрагивающие несущие конструкции, да, а только декор, да, делающие, без сноса конструктива, там СРО, ну, не надо, то есть, там нет никаких предпосылок. Почему? Опять же, потому что не надо лицензий, ну, по сути, СРО это лицензия, это на деятельность, да, лицензии даются только там, где для жизни есть угроза, по закону, это не значит, что я так сказал, по закону. Спасибо. Окей. Так, ну что, я почитаю, если кто-то хочет, прям, ну, врывайтесь, и у вас микрофончик есть, отвечу, не стесняйтесь. Добрый день, Станислав, извините, я сегодня без видео, у меня такой вопрос, я знаю, что, допустим, с 1 января 2022 года, например, именно в строительстве будет, ну, как бы, особенно на гособъекты, или, допустим, дизайн гос каких-то заказов больших, там, аэропорта, и так далее, в общем, строительство будет переходить на BIM-технологии, что вы думаете по поводу стандартов, возможно, может быть, дизайнеров на BIM тоже загонят, и... И второй у меня вопрос, то есть про BIM-технологии в дизайне, будут ли они потом, как бы, тоже сертифицироваться. И второй вопрос такой на перспективу. С одной стороны, ну, как мне кажется, вы человек системный, и мне кажется, систематизация, как бы, делать человеку системному, наверное, как раз-таки и, как бы, как говорится, а кому еще, да, как не системному человеку, потому что творческим до этого... Я имею в виду, что люди, которые уходят там в работу, им как-то недосистематизация, то есть нужен склад человека такой, который умеет систематизировать информацию, за это вам большое спасибо. Вот. А по поводу, вот, а клиенты, то есть вы когда перечисляли в системе, всех устраивает государство, там, заказчиков и так далее, а получается же на практике, что... А как мы будем приучать заказчиков к системе, потому что они все-таки предпочитают индивидуальный подход. Вот, как бы, такие два вопроса у меня. Хорошо. Давайте, допустим, отвечу. Отличный вопрос, на самом деле. Первый вопрос по поводу, там, больших госкорпораций и всего остального. Они являются заказчиком, они имеют право требовать все, что угодно. Ну, то есть они являются работодателями. К стандарту это никакого отношения не имеет, но все равно я отвечу. Если я, допустим, работаю, моя компания работает в Ревити, неважно, делаю я аэропорт или, там, детский садик близко, либо, там, частный дом, я тоже могу сказать, ребята, я принимаю только тех, кто работает в Ревити в BIM-проектировании. А могу не говорить. То есть я могу выдвигать свои личные требования, какие захочу. Я имею возможность это. В стандарте это нигде не регламентируется. Если вы почитали и заметили, то там нигде не написано, какая программа должна быть. То есть ты можешь рисовать даже на руке, ну, рукой. То есть мы не вычеркиваем из профессии тех людей, которые рисуют рукой, а наоборот. Ты можешь коллажи создавать, ты можешь даже, в конце концов, макет создавать. Как угодно. Важно, что ты должен передать тему. Так, это с первой части. А со второй частью, там, что, как бы, системы и клиенты системные или не системные. Смотрите, тут, на самом деле, тоже проблем нет. Действительно, в целом, вообще, человеческая психология устроена так, и, ну, человек, что есть люди, которые именно по полочкам все раскладывают, а есть люди, которые эмоционально идут и делают. Вот эмоциональным очень тяжело именно все, как бы, это дело разложить. Но мы живем в любом случае в государстве. Государство – это система в любом случае. И можно сколько угодно. Ты не можешь пощупать чувства, ты не можешь пощупать эмоции. То есть они есть, естественно, у каждого. Вот. И они проявляются. Но мы не можем с этим ничего дальше сделать. Это, знаете, как вера, допустим, в астрологию. Ну, то есть кому-то она помогает. Клево, здорово, нормально. То есть кто-то отрисает, говорит, нет, это все шарлатанство. Но кому-то же помогает, да. То есть нельзя с этим ничего сделать. Это, ну, как бы, не научно. Что такое наука? Наука – это когда у тебя есть закономерности, которые учтены. Так вот, стандарт и законы – это наука, как бы, и закономерности. Все, что остальное, естественно, решается в поле человеческого общения. То есть ты можешь быть по понятиям, там, условно, прав или не прав, а по закону, там, наоборот. Это бывает, естественно. Но это уже, как бы, сфера, мы касаемся личных жизненных интересов. Умение продавать, умение убеждать, какой клиент, что ему нужно. Кому-то личное общение, тому личное. Так он наплюет тогда на стандарт, и может не соответствовать. Но если у вас человек, который хочет по договору, по закону и понимает, как это делается, то ему, наоборот, будет в плюс. Почему? Потому что он в системе видит свою безопасность. Он видит, что он застрахован из шарлатанов, которые выдают себя за дизайнером, а по факту являются, там, чертежниками, либо визуализаторами. То есть он может конкретно проверить, у него появляется критерий. А так критерий у него нет. Как ты отличишь дизайнера и визуализатора, и просто дизайнера, который, наоборот, и продвинутого дизайнера, который умеет делать? По фоткам, скажешь ты. Но человек этого не знает. У него нету брошюры и документа, где это написано. Где он это возьмет? Вот поэтому это никак не касается, в принципе. Но как действовать, тут тоже не регламентируется. Не хочу лезть в эту область, это, кажется, сам решается сам. Окей, ответил? Да, спасибо. Пожалуйста. Так. У меня есть вопрос. Да, давайте, задавайте, конечно. Здравствуйте, Станислав. У меня такой вопрос. Если у меня нет высшего образования, при этом я в дизайне уже почти 20 лет, то есть опыт есть, все есть, я сопровождаю свои проекты сама, могу ли я открыть студию при этом? То есть у меня есть переквалификации, но нет вышки. У вас вообще никакого высшего образования нет? Нет. Можете, но вы не можете называть себя дизайнером интерьера, ведущим дизайнером по стандарту профессии, потому что высшее образование нужно. Но с законодательной точки зрения по стандарту вы не можете называть себя официально. Но вы можете создать студию и делать все что угодно, у нас это не запрещено. Понимаете? То есть в принципе я могу создать студию, могу назвать себя по-другому и заниматься тем, чем я хочу, либо официально кого-то назначить ведущим дизайнером. Да вы можете, смотрите, это не зависит. То есть то, что вы создаете компанию, вы становитесь в разряд предпринимателей. Как только вы ИП открываете, вы становитесь предпринимателем в сфере дизайна. А дальше возникает вопрос, ну как бы вы как предприниматель будете устраиваться кому-то на работу? Я думаю, вряд ли. У вас есть свои заказы, соответственно, если ваши клиенты не спрашивают у вас, есть ли у вас высшее образование, и просто вот они вас заказывают. Ну заказывают и заказывают, вы никому не обязаны ничего предъявлять. То есть как работали, так и работают? Конечно, конечно. В профессиональном сообществе вас могут какие-нибудь снобы сказать, что вот вы там не оттуда, ну как бы окей, пройдете мимо, потому что случаи бывают разные. И вот есть дизайнер знаменитый, я не знаю, как угодно можно относиться, Артемий Лебедев. У него нет высшего образования. Он об этом говорил, он говорит, я ушел с третьего курса, понял, что это не мое и мне нету. При этом у него там огромная студия. Ну является ли он дизайнером или нет? Кто как оценивает? А судьи кто? И нужно ли вообще себя для кого-то загонять? Требований нет таких обязаловки. Если вы делаете хорошо свою работу, и слава богу. Никто не мешает заниматься дизайном. У вас законно никто не может запретить это делать. Вам могут запретить заниматься конструктивом, либо там архитектурой, где там требуется сертификация действительно и лицензия для закона жизни. А в частном делать что хотите. А если я в частном, предположим, также нанимаю архитектора с образованием, который делает у меня это все? Можете. Да, мы так работаем. Вот у меня ИП, у меня нет лицензии на общественные здания. Ну то есть я не могу делать. При этом мы делали здание для Москва-Сити большое, там павильон. Несколько зданий мы делали внутри. То есть это интерьер только или архитектура? Интерьер мы делали, архитектуру для них мы не делали. Также мы там делали, ну интерьер, короче, мы делали, мы не занимаемся общественной архитектурой. Архитектуру вообще как бы возможно? Вот частное строительство, еще что-то, если ИП? Да, частное, конечно. Нет, я к чему? Потому что если вы ИП, вы имеете право нанять субподрядную организацию с лицензией. К примеру, мы делали тоже там для ГАЛС Девелопмент, делали квартиры, ну много квартир. И там нужно обязательно, чтобы люди были проектировщики инженерии, они чтобы были со СРО. В этом случае мне, как индивидуальному предпринимателю в области дизайна, не нужна СРО, не нужна лицензия. Почему? Потому что я по СУП-подряду нанимаю компанию, которая этим обладает. И, по сути, через СУП-подряд завожу на себя. Я их нанимаю. Так устроено законодательство. Ну это практически то же самое делегирование, да? Конечно, конечно. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Еще есть вопросы, друзья? Станислав, можно вопрос? Да, давайте. Ну давайте, да, кто? Добрый день, Станислав. Вот я хотела просто рассказать про свои ощущения того, что сейчас происходит. Да. Знаете, я с дизайном всегда с миром медицины. Раньше не было у нас докторов с высшим образованием, люди ходили к бабкам-поветухам, были знахари и так далее. Это была более такая творческая профессия, даже профессия не назовешь, род деятельности. А так как дизайн появился у нас относительно недавно, почему сейчас возражения вот эти принимаются? Это нормально. Раньше бабки-поветухи тоже наверняка были против докторов с каким-то образованием, ссылаясь на свой опыт. Я думаю, они все знают. Это лишь такой момент времени, который пройдет. То есть никто, я хочу сказать просто дизайнерам, кто уже давно в профессии, не надо паниковать и не надо этого бояться. Просто новое поколение, все, что делается сейчас, как я понимаю, для нового поколения, чтобы было действительно больше логически, больше по-правильному. Вы сейчас вот сколько угодно можете понимать в медицине, сколько угодно смотреть курсов в интернете и так далее. Без корочки, без высшего образования вас никто доктором не назовет врачом. И то же самое профессия дизайнера претерпевает сейчас свою трансформацию. Поэтому, Станислав, вам спасибо, что вы этим занимаетесь. В любом случае, это должно было когда-то произойти. И я рада, что это происходит сейчас, а не гораздо позже. Да, спасибо. Вот единственное только, с чем нельзя сравнивать, это с медициной. Потому что медицина, она с угрозой для жизни. И там обязательно лицензирование. Это как раз та область, которая обязательно для лицензии государства, и она как раз-таки проходит. В дизайне этого нет. То есть, в этом отличие, в остальном, ну, как бы, окей, да. Ну, угроза для жизни. Здесь, знаете, как я смотрю на это, дизайнер, он хороший дизайнер, он отчасти дизайнер-психолог. Поэтому я вот так немножко сравниваю все-таки. Как идея, да, лучше сравнивать с психологией. Не про угрозы жизни, а про любую. Так можно сравнить любую противность, собственно. Да, с психологией можно сравнивать тоже, да, то есть, психолог, он как-то влияет. Да, конечно, влияет. Вот, в принципе, вот там. Потому что психология тоже не связана с угрозой для жизни, поэтому там, в принципе, тоже обращенное вот это вот государственных, там нет лицензирования. Вот. Ну, это мы уже обсуждали, в принципе. Да, спасибо большое. Спасибо. Так, еще. Давайте, пока думайте, я буду читать. У меня тот же вопрос, если занимаюсь полным циклом, но не прохожу каким-то требуем, то я уже не могу заниматься сопровождением своего проекта. Можешь заниматься сопровождением своего проекта, пишет Алена. Мне кажется, что практикующий дизайнер при условии определенных лет практики, уже умея реализуемые проекты, автоматически могут претендовать на полноценного специалиста, подходящего ко своим требованиям. Да, это прописано в стандарте. Каким образом помощник дизайнера может перейти в другую квалификацию? Нужно сдавать экзамен. Нет, экзамены сдавать не нужно. Ты просто смотришь по навыкам и смотришь по учебным заведениям, либо по количеству проектов, которые ты сделал, соответствующий или не соответствующий. Кому и в каком формате? Не обязательно. Тоже относится к другим квалификациям. Тоже, ну, то есть, собственно, ответил. Но это актуально для студии, а для монодизайнера? Для монодизайнера актуально то же самое образование. Для студии актуально знать, какие есть профнеобходимости, чтобы принимать людей, соответствующих или несоответствующих, если ты берешь кого-то на работу. Вот у многих из вас тоже есть студии, я думаю, ну, либо будут. И, ну, в принципе, это логичное развитие дизайнера, потому что в одиночку ты все равно много чего не сделаешь. И когда вы будете нанимать себе сотрудника, то есть было бы прикольно, если бы он пришел и сказал бы, я обладаю там навыками обмерщика, вот мой дипломный проект, я где-то обучился. Не у вас, потому что сейчас мы вынуждены переучивать всех, кто к нам приходит. Согласитесь же, тема такая, что к нам приходят стажеры, он ничего не умеет. А тут он пришел, показывает, я умею это, демонстрирует. Я не говорю, что его не надо будет переучивать. Конечно, может быть, но как бы шанс, то, что он будет более подготовлен, он возрастает. Почему? Потому что у него был план, по которому он учился и сдавал экзамены, как минимум. Может, присмотрим заочные методические указания. Не очень понял, ну, наверное, не понял вопроса, Ирина. Создаются новые стандарты. Тоже не понял. Тоже интересно, возможно, какой-то квалификационный экзамен или нет, экзамена нет. Предоставить сертификат, повышение квалификации. Смотрите, вот еще такая мысль, что естественно, по стандарту профессию будут готовить учебные заведения. То есть учебные заведения, как только стандарт будет принят, они все его возьмут как за основу. И они будут по этому стандарту адаптировать свои учебные программы, чтобы выпускать на рынок людей, которые будут соответствовать требованиям рынка, по сути. И что это дает? Они смогут как раз-таки рекламировать себя, что мы выпускаем востребованных людей, условно, заплатив нам за обучение, либо придя к нам и стратив время, если это государственная бюджетная организация, свое время, то ты будешь востребован на рынке. То есть, условно, вот как сейчас, есть запрос на архитекторов, да? Ты приходишь в архитектурный вуз и понимаешь, что ты отучившись, у тебя будет диплом, ты пойдешь и куда-то устроишься. Ну, если ты молодец. Примерно то же самое. То есть, программы будут адаптироваться, а могут не адаптироваться, здесь никто никого не заставляет, и рынок сам рассудит. Потому что, как были курсы повышения квалификации и репетиторства, кстати, потому что любые курсы, они чаще всего оформлены именно как репетиторство. Вот каждый там может ко мне прийти, я его порепетирую, то есть, как я репетирую, как угодно. А может пойти в вуз, то есть, я диплом не даю государственного образца, а вуз даю, соответственно, он должен соответствовать, а я не должен. Как хочу, так и делаю. А дальше уже вступает рынок, то есть, если ко мне клиент приходит, ученик говорит, а когда я у тебя обучусь, у меня будет вот такие-то навыки? Я скажу, нет, не будет, так он развернется и уйдет, либо скажет, будет. И здесь мы говорим уже больше о том, чтобы убрать как раз вот эти двухнедельные курсы якобы дизайнеров, которые домохозяйки проходят и потом портят тему с профессией. Там будет конкретно написано, что он должен знать. Соответственно, эти курсы домохозяйки уже, может быть, не пойдут, потому что посмотришь, что им там ничего не светит в практическом плане. А клиент у них спросит, а ты умеешь, ты знаешь? Нет, не умею, не знаю. Так зачем мне деньги тратить туда? Так, высшего образования. То есть, если дизайнер не имеет высшего образования, но при этом умеет все и даже больше, не сможет претендовать на звание ведущего дизайнера. Ну, как бы, юридически в букве закона да, потому что высшее образование нужно. И не важно, что он может быть, на голову выше, да. К сожалению, ну, не то, что к сожалению, таков закон. То есть, если у тебя нет диплома, ты не можешь называться выпускником высшего учебного заведения, хоть ты можешь быть там суперпрофессионалом в любой теме. Ну, так вот сделано. Здесь ничего не поделаешь, но будут и уникумы без образования и не будут называться, но при этом выполнять функцию. Будут заместители выполняющей обязанности. То есть, именно после практики в студии. Без высшего не стать. Что скажете про BIM? Уже отвечал. Так, творчество, это творчество дизайнер несет все-таки ответственность за свои чертежи, но этому можно научиться не только в институте. Можно. У меня работают девочки после института, я их учу. Отлично. Молодец, Светлана. Потому что образование в сфере дизайна очень устарело. Ну, вот мы об этом и говорим. Согласно о необходимости высшего образования, пишет Анна, сколько вы понимали про медицину, без высшего образования. Представляете, про медицину отдельная тема, не связывайте. Все-таки это там отдельный регламент и отдельный государственный контроль. Если фрилансер без профильного образования после курсов, где и как он должен получать квалификацию? Если он без профильного образования после курсов, надо смотреть, есть ли у него высшее. Если у него есть высшее, то он может пройти квалификацию, либо на собственных проектах сделать два проекта, либо, ну это по-моему два, если не ошибаюсь, и сколько там, год практики. Либо он под руководством ведущего дизайнера в студии это делает. Если он прошел курсы, то, наверное, это к колледжу приранивается, если у него есть среднее образование. В прописанном стандарте посмотрите просто, сейчас так на память точно не помню, то есть вспоминаю, но вот могу где-то ошибиться. Высшее образование должно быть именно профильным, а не любым, далеким от дизайна и архитектуры. Нет, так нельзя сделать в силу того, что у нас нет профильного высшего образования, потому что у нас нет стандарта профессии, соответственно, образования дизайнера интерьера у нас нет. Вы не сможете обучиться сейчас, сейчас замкнутый круг получается. У вас не может быть профильного образования дизайна интерьера, потому что не сформулирована профессия. У вас может быть дизайн среды, допустим, или дизайн малых архитектурных форм, либо еще какой-то дизайн, но у вас не может быть в дипломе написано, что у вас высшее образование, что у вас дизайнер интерьера, потому что такого нет. Архитектору нужно высший дизайнер не обязательно. Мы всеми членами сообщества посчитали, что обязательно. У меня три человека после высшего работают там, как преподают, что я перед... Но это лично. Знаете, в чем еще проблема? Я заметил многих людей. У каждого у нас есть своя история. У меня есть своя история, у вас есть своя история, у каждого человека есть своя история. И он говорит... Это ошибка выжившего на самом деле, это известный психологический феномен, когда он говорит, что у меня был такой опыт, значит это справедливо везде и всегда. Нет, так не работает. У меня тоже может быть 10 случаев, которые подтверждают, как мне кажется, правила. Но это не значит, что это так. Если ты рассматриваешь ситуацию, что у меня кто-то был или я это делал и ставишь это в аргумент, то это плохой аргумент. Это не логическая связь. И это, в принципе, в первую очередь показывает такую тему, что этот аргумент не принимается никогда никем. Поэтому бесполезно это делать. Не у меня кто-то есть, а именно доказательную базу приводить. Санислав, можно вопрос? Да, давайте. При разработке стандартов учитывался ли опыт европейский, американский? Потому что там, в принципе, эта профессия существует, ну, как профессия достаточно давно. Но здесь был вопрос про лицензию. Ну, это больше такая, скажем, защита все-таки профессии, да, от попадания в нее и от оказания некачественных услуг и попадания в нее каких-то непрофессионалов. И, в принципе, насколько я знаю, в Штатах все-таки профессия лицензируется, и без лицензии человек просто не может предлагать услуги по дизайну интерьеров. А здесь получается, что в какой-то степени все-таки стандарты будут носить рекомендательный характер, но человек может не называть себя дизайнером в интерьерах, но выполнять эти работы, да, в своей студии, которую он может открыть. То есть вот, ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Хорошо, хорошо. Да, опыт зарубежный учитывался, проанализировали. Дело в том, что за рубежом нет такого законодательства, как у нас. Мы действовали все-таки в рамках нашего российского законодательства. И считаю, что мы сделали уникальную вещь, которой во всем мире, в принципе, нет. С точки зрения США, там у них есть тоже такая история, да, то есть у них есть там даже экзамен, они принимают, у них там целая индустрия. Как у нас? Выключите, пожалуйста, звук у кого... Кто не говорит, выключите, пожалуйста, звук, потому что мешают остальные. Все, горячие. Товарищки, уже. Организатор, отключите, пожалуйста. Сейчас я буду. Смотри, вот так. Смотрите, как надо делать. Так, спасибо. Значит, опыт учитывался. Там нет, чтобы... То есть что-то мы там посмотрели, я уже не помню, что именно, но мы анализировали, когда начинали только в три года назад. Я сейчас уже точно не вспомню. Мы проанализировали, там не было такого, что бы мы приняли прям конкретно и взяли бы как модель. Там другая история. Что касается в Штатах, в некоторых Штатах там есть в США, допустим, лицензия обязательно, и нужно обязательно ее получать, а где-то нет. В Европе там тоже как бы есть свой статус, но там больше с архитектором это связано, когда там архитектор делает, то есть там лицензия есть. Смотрите, применять именно с точки зрения идейные составляющие, ничего там не нужно было применять, потому что там нет фактуры, ну никакой. То есть мы искали, не нашли такое. То есть есть как бы требования и внутреннее законодательство. У нас законодательство и стандарт профессии другое немножко. И там уже больше как лицензии идут. Мы же не говорим про лицензии. Они это внедрили. Как они внедрили? Ну как-то внедрили, не знаю, у них там свои законы. У нас внедряется на умные лицензии по закону, по государственному закону, только то, что угроза жизни несет людям. Вот, вот все. У них, наверное, просто другое законодательство. Так, окей? Ответил? Чат, чат пытаюсь найти. Может, я ухожу? Да, да, давайте. Я по поводу классификатора. Очень плохо слышно, к сожалению. Так. Вы, наверное, с компьютера одновременно и с телефона. Надо убрать либо компьютер, либо телефон. Да, сейчас тут... Не получится. Напишите в чате, отвечу. Потому что не слышно. Хорошо. Ага. Так. Если дизайнер не хочет работать в студии, занимается всем процессом самостоятельно. Окей, пусть занимается. Многие же хотят на фриланс именно потому, что не хотят, чтобы кто-то вмешивался в процесс. Но при этом есть проекты, отзывы. Как тогда будет называться дизайнер? Ну, называйся дизайнером. Как ему квалификацию поднимать? Поднимай, ходи на курсы, ходи на вуз. Хочешь кому-то учиться, хочешь в студию. Без разницы. Как ты повышал квалификацию ранее, так и сейчас. Если нет записи юридически регистрируемой фирмы, ничего не связано, ничего не понятно. Не ограничивает ничем этот вопрос. Можно делать все, что вы написали. Образование отстает от практики. Это факт, согласно. Вот, собственно, это и дело. Если людям уже за сколько-то лет работа в дизайне под ключ работал как источник с квалификацией дизайнера, но без образования техникума или института, тогда в те времена, что в этой ситуации у меня нет вышки в дизайне, больше 15 лет, постоянно обучаясь на курсах, повышая квалификацию. И что? Алена, ничего не понял? Ну, как бы окей. Ну, наверное, желаю вам удачи. Что, вопросов как бы тоже нет. На каком основании вы берете на себя эти функции единолично разрабатывать документы, которые могут влиять на работу всех дизайнеров без широкого обсуждения? Ну, это мы отвечали. Да, этот вопрос мы обсуждали. Давайте хоть в гугле почитаем. Читайте. Вам нужна какая-нибудь поддержка со стороны визуализаторов. Не со стороны дизайнов, а именно от людей, кто специализирует только на визуализации. Да, конечно. А, вот еще что я забыл сказать. Очень важное замечание. Спасибо, Александр Фролов. Смотрите, нам попросили. То есть, это не то, что я хотел. У меня не было темы стилиста и декоратора. Но, когда мы в стандарте профессии, мы внедрили эту тему, и именно в Министерство труда нам сказали, ребята, добавьте туда стилистов и декораторов обязательно. Мы говорим, ну, как бы это же другие. То есть, есть архитекторы, есть дизайнеры интерьера, и есть стилисты и декораторы. Но, вроде как, это другая профессия. Они сказали, нет, ничего подобного, внедряйтесь туда, чтобы они отдельно не делали визуализаторы свои, именно стандарты. И чтобы стилисты и декораторы не делали отдельно. В итоге мы туда добавили, хотя вот, ну, как бы изначально их не было. И, ну, это требование Минтруда тоже. Я, как бы, с ним согласен. Нормально можно добавить декоратора туда тоже. Так, в чем тогда смысл их стандартов, какая их практическая часть? Вот вам ссылку дали, там можно посмотреть, почитать, в чем практическая часть. Чтобы доступ был у всех, кому может делиться ссылкой, да, пожалуйста, про стандарты. Во всех чатах это проточено писалось. Ну вот, да, то есть, кто хотел, тот узнал. Кто не узнал, ну, сожалеем, такое бывает. Это не созлание, потому что мы от вас скрывали, как бы это ни казалось. Вы можете сейчас прочитать, еще есть время, месяц, вы можете изучить и направить мне, разработчикам, стандарту. Министерство труда может направить комментарии. Они их переправят нам, и мы их, как бы, учтем, если они будут соответствовать, ну, логике. С удовольствием мы для этого это и делаем обсуждение. Так, везде говорилось важный вопрос по поводу стандарта. Каким образом они будут помогать дизайнеру? Сейчас один из самых скользких моментов, как я поняла, послушав лекцию юристов, это то, что если заказчик не соглашается с дизайн-концепцией, то он может просто сказать, что дизайн некачественный, а вот как проверить это качество? Смотрите, это следующий вопрос, очень правильный по поводу качества или некачественного, он стандартом не регламентируется. Он говорит о том, какие должны быть знания, навыки, но никак не качество. То есть здесь это просто не рассматривается. И этот вопрос важный, мы его тоже затрагивали на заседаниях, когда у нас были, и приняли решение, что в следующем после принятия стандарта уже можно по каждой теме, по каждой профессии разработать стандарт качества, принять его как-то, пока я не знаю, как юридически это делается, но скорее всего можно будет принять стандарт качества визуализации, стандарт качества дизайна, стандарт качества чертежей, и тоже где-то закрепить. Если не на законодательном уровне, то как минимум на уровне союза дизайнеров и профессиональных сообществ. И в этом деле тоже нужна будет всеобщая именно работа, которая будет, я думаю, потом сделана. Но это отдельно, то есть у нас отдельно качество и отдельно стандарт. Это стандарт, это разные вещи, но вопрос очень правильный. По сути, на профессии будет работать только в организации, где профильное образование необходимо для занимаемой должности. В частной практике, в принципе, это будет работать. Да, это все верно. Мне лично, мне лично в моей практике поможет, потому что когда я буду принимать на работу субподрядчиков, либо когда буду принимать на работу сотрудников, диригировать им дизайн-проекты, которые ко мне приходят, я хочу диригировать, мне выгоднее, чтобы визуализатор обладал стандартом, который вот там написано. Чтобы не я его тестировал и обучал, а чтобы он уже знал. Либо чертежник, либо комплектатор. Где вы на комплектатор выучитесь, например? Покажите. Приходит комплектатор, что ты умеешь делать? Я умею звонить по телефону. Окей, а ты доставлять умеешь? А какими регламентами? А как ты это делаешь? И каждый в силу своего опыта это делает. А как бы нету единых правил. И в итоге непонятно, что ты заказываешь и за что ты деньги платишь. Мне лично помогут. Кому помогут, тоже можете пользоваться. Почему в Союзе нет упоминаний? Потому что я не знаю, спросите в Союзе. Еще раз говорю, вот у Елины и другие ребята, кто сомневается, что мы не отсылали. Мы отсылали всем. У меня есть переписка с моего e-mail на все корпоративные e-mail. Я созванивался лично. Две недели подряд я говорил, ребята, пожалуйста, посмотрите, это важно. Кто-то мне отписался, нам это неинтересно. Кто-то просто не ответил. Кто-то меня, условно, отвечал по телефону, говорил, да-да-да, посмотрю. И потом просто трубки не брал. У меня много таких историй. То есть если нужно, у меня есть, у меня логи все сохранились, поэтому это тоже можно посмотреть. Почему они не отвечают? Спросите лучше не у меня, а у них. К каждому прям напишите и спросите. Орехов обращался к вам или не обращался? В АД спросите. Давайте я не буду сейчас. Извините, пожалуйста. Я чуть-чуть это самое пошел. Спросите просто конкретно. Что я спрашивал, что они обещали и что сделали или не сделали. Вот и все. Так. И первый вопрос. Сейчас на рынке есть огромное количество курсов повышения квалификации на высшее образование, на среднее образование. А именно курсы повышения квалификации. Причем курсы очень крутые. И вот дизайнер эти курсы послушал. Как влияет это на его статус? Если у него есть высшее образование, то он становится дизайнером. Почему нет? После, там по-моему, после опыта создания одного или двух проектов. Точно не помню одного или двух. На данный момент учитель в университете. Профильная переподготовка. Практикую четвертый год после курсов. И могу сказать, что из двух лет обучения за год ничего нового, того, что не знала и получила. Еще полгода лекции и диплом. Ну отлично. Поздравляю. Состою в чате Руду и там не было об этом информации. Окей. Стас, вы писали в колледже 26 кадр. Я могу их подключить, попробовать. Я в каком-то колледже был. В колледже я не писал. Потому что колледжи все-таки это не профиль. Я в союзы писал больше и в школы. Во все союзы, которые я нашел и во все школы, которые на данный момент действовали, нашел. В колледже не писал. Но в одном колледже, я не помню, как он называется, в каком-то колледже я выступал. Там были дебаты. И от них тоже получили комментарии. Это тоже есть. Мы это приложили все к обсуждению, к стандарту. И сдали в Минтруда. Вопрос сейчас в Санкт-Петербурге. Как планируют применять эти стандарты? Применять может каждый как хочет. То есть сначала их надо сделать. То есть это не к применению. Применение может кто угодно, как угодно применять в силу своей фантазии. Хочешь обучающий курс делай. Хочешь будь работодателем. Хочешь делай билеты на сдачу, проверку. Хочешь сам учи, если ты учишь эту тему. Хочешь, если ты руководитель студии, нанимай по этой теме. То есть это некая азбука. Вы меня спрашиваете, как мне принимать букварь. Применять. Как хочешь. Хочешь читай, хочешь пиши книги. Не важно. Важно, чтобы он был. Что у вас есть азбука. Вот в чем смысл. Примерно такой. Как выложить стандарты на тот же Google документы без возможности редактирования. Есть это все у меня сейчас на моем сайте. Хотите, выложите сами. Скопируйте оттуда, выложите сами на Google документы. Есть на сайте ссылку выше. Приложили. Я выложил вот у себя, потому что я собираю все в одном месте. И опять же требование Минтруда в том, чтобы собрать все в одном месте на одной странице. Вот эта страница есть, мы им и дослали ее. Хотите, копируйте ее у себя на сайте разместите. Хотите, на Google доке. Как хотите. Так, при заявлении включения в союз дизайнеров, высылайте весь пакет документов, в том числе стандарт. О, прикольно. Наверное, кстати, я им отослал на рецензию, и значит стандарты они отсылают. Прикольно. Молодцы, значит. Так, будут ли стандарты применяться при принятии на конкурсы, публикации проектов? Это не важно. Как вы делаете конкурсы, применение стандарта, это разные вещи. Поэтому могут применяться. Ну, то есть, обязаловки нет. Я писала заявление, устала, видела стандарты, мне не высылали. Не очень понял. Окей, ну это про союз дизайнеров. При записи час сохранять отдельный файл. Все, но я сейчас на все отвечу, я думаю, не будем два раза там вставать. Где можно будет посмотреть ответы на вопросы? Я сейчас на все отвечу. Обратитесь к управлению вашего региона. Так, окей. Для начинающих этот документ, конечно, проблематичный, но без документов. Почему проблематичный? Наоборот, он супер классный, потому что он показывает вам дорожную карту, которая у вас есть, к которой вы можете двигаться. Наоборот, он самый классный. Я бы был просто счастлив, если бы мне в начале карьеры показали. Ты был чертежником, ты стал визуализатором, ты стал дизайнером, ты стал ведущим, ты стал комплектатором, организовал свою студию, и теперь ты руководишь всем. Это же путь длиной на 5 лет. Почему нет? Классно. И вот тебе какие навыки надо получить, как хочешь получай. Хочешь самостоятельно на практике, хочешь иди обучаться, хочешь иди в школу, хочешь иди в вуз. Какая разница? Главное, что у тебя есть какие-то навыки, и ты видишь свою карьерную карту. Поэтому для начинающих я, наоборот, считаю, что это основная тема, которая суперсильно поможет. Где я учился? Я учился на практике, плюс у меня МГСУ, высшее образование. А так я много работал в студии дизайна, хорошей студии дизайна, вот там. Есть вышка дизайнера. МГСУ, строительный ПГС у меня. Какой нормативный документ это регламентируется? Не очень понял, про что? Спросите более конкретно, Кристина. Принимая стандарт, вы лишаете многих дизайнеров работы. С чего вы взяли? Аргументируйте, пожалуйста, чтобы я как-то разумительно ответил. Вы лишаете многих дизайнеров работы. Тех дизайнеров, которые закончили курсы, самоучки. Ничего не лишаем, наоборот, пожалуйста, работы талантливые творческие люди, у которых это единственный заработок, а также единственный заработок в семье. Я рекомендую вот iPhone Екатерина немножечко разобраться чуть-чуть в теме. Никого не лишаем. Наоборот, я уже говорил сегодня, что задача Министерства труда не выкинуть за борт людей, которые уже по факту работают, но не имеют бумажки какой-то корочки. Мы не выкидываем, а прописали как раз таки, что они тоже имеют право называться дизайнерами. Но единственное ограничение, что они могут ведущими быть. Почему? Не потому, что мы тоже так захотели. Потому что уровень квалификации, регламентированный общением с клиентом. Давайте так, что такое образование вообще? Среднее, это когда ты можешь делать работу по техническому заданию, если очень кратко. Высшее образование, когда ты можешь управлять людьми и сдавать работу. То есть больше коммуницировать и находить, как бы создавать проекты. То есть не задача решать, а проекты. Вот и все. Уровень квалификации 3 и 4 есть. Посмотрите в законе образования. И вы поймете, что высшее образование это сам диплом. Почему можно любое получить? Потому что любой диплом о высшем образовании, он тебя учит думать и принимать решения на основе логических связей. Я здесь, ну и не здесь, давайте здесь у нас талантливые и замечательные люди. Иногда в чатах я просто вижу такую, просто бред, когда просто логики вообще никакой нет. Как человек спрашивается, получил высшее образование, если он не может, либо он специально накидывает это, чтобы манипулировать людьми. Это да, бывает. Это нормально. То есть манипуляция людьми так и работает. Делаются громкие заявления, и толпа идет за громким заявителем, потому что многие не хотят думать. А если они это делают не специально, а как бы не понимая, то какое высшее образование? То есть человек с высшим образованием, он все это понимает. А если он уже накидывает, то значит он манипулирует просто толпой в силах своих интересов. Это нормальная психологическая история, описана, пожалуйста, психология народов и масс. Почитайте книгу, там все описано. Ну и многих книгов исследований есть. Как управлять толпой за счет эмоций. Любые политические дебаты, посмотрите по ящику, да, дебаты политиков, что они там обсуждают. Они кричат, кто перекричал, тот и прав. Вот так это работает. Ну как бы, что поделаешь, в таком мире живем. Вот. Что будет со школами дизайна? Будут процветать и очень хороший рынок, рекомендую. Почему нет? И учиться рекомендую в хороших школах, и создавать хорошие школы, и преподавать в хороших школах. Ну то есть вполне окей. И брать оттуда учеников, выпускников, если хорошая школа и есть результаты. Я считаю, это отличная альтернатива вузам государственным. Что будет со школами? Так, ответил. У Станислава нет вышки, он говорит везде, что это не мешает им быть. У меня есть вышка, есть диплом у меня. Специалистам есть очень много самородков, которые попали в профессию. У меня есть высшее образование, поэтому здесь все... Я даже в аспириантуре учился. Вот, поэтому здесь будьте спокойны. Так, если дизайнер без образования и без высших строительных знаний, он не может делать планировки с затрагиванием перегородок. Он просто декоратор, но не дизайнер. Так, ну если без высшего, конечно. А, нет, секундочку. Нет, нет, нет. В техникуме, если он учится. Смотрите, там в чем дело. Хороший вопрос на самом деле такой. Дизайнер, если у него есть среднее образование профильное, то он может делать перепланировку, потому что там нет никаких... То есть делать он может, но сдавать ее, получается, и презентовать, и быть ведущим дизайнером не может. В этом плане он должен работать в команде. Но он называется младшим дизайнером, либо дизайнером-техником. То есть делать он может, но сдачу планировки уже клиенту, либо там в комиссию, он может делать только после того, как... Ну, сейчас, только ведущий дизайнер это может делать. Вот так получается. То есть он с кем-то должен, или через кого-то делать. Может ли он при этом сам работать, вольно и самолично назвать себя ведущим дизайнером? Может. Его никто за это не спросит. Но это тогда уже на его ответственность. Ну, вот так получается. Так, заканчиваются вопросы. Ну, давайте я добьюсь, чтобы второй раз не записывать видео. Есть ли без образования, но с строителями знаниями? Ну, ответил, по-моему, можно. Устранение конкуренции, единственное объяснение... Молодец, Орехов. Какой конкуренции устранение? Вы о чем? Конкретизируйте, пожалуйста, иначе квалифицируют такие вопросы безосновательные, как ваше личное мнение. Вы имеете на нее право, я уважаю. Но как бы мы сейчас обсуждаем конструктивно что-то, либо просто выслушиваем мнение. Ну, окей, вот, выслушали мнение свит... Кого? Кого-то? Айфон. Айфон Екатерина. Айфон нам будет говорить свое мнение. Молодец, супер, класс. Выключить колонки ТАСС. Спасибо. Успешным специалистам бояться стандарта нет смысла? Конечно. Да и неуспешным нет смысла бояться. Смысл бояться людям, которые всего боятся, они смотрят на общее вот это все. Зачем бояться чего-то? Бояться смысла вообще нет. Надо разобраться и понять, как тебе это может помочь. Стандарт нам ведет порядок почти во всем критериям. Образование, необходимый уровень навыков для работы отрасли, вследствие чего поднимается престиж профессии. Абсолютно верно. И доверие к отрасли в целом. Услуги перестанут быть недооцененными. Конечно же, да. Клиенту покажи стандарт. Чем ты занимаешься? Я дизайнер. Ну, ты подбираешь цвета или что-то? Тряпочки подбираешь? Нет, я дизайнер и вот что я делаю. Покажите ему распечатку на 57 страницах. Скажите, вот это делает дизайнер. И это все я умею. Все. Ну, вот вам как бы карт-бланш на то, чем вы занимаетесь. Можно без видео, можно без видео. В каких учебных заведениях можно получать переподготовку? В любых. Сейчас куча частных школ. Какие курсы будут считаться в переподготовку? Если вам нужен документ государственного образца, то те курсы и школы, которые соответствуют государственному образцу. Но таких сейчас нет, потому что нет основных профессий. Все, что вы получите, вы будете дизайнером не интерьера, а любым другим. Дизайнером среды, дизайнером одежды, дизайнером малых архитектурных форм и так далее. Вы не будете дизайнером интерьера, потому что там нет такого. Так, думаю, переподготовка считается у тех, у кого есть лицензия на обучение. Чтобы стать ведущим дизайнером, нужно либо высшее образование, либо только близкое к профессии дизайнера и архитектуры. Чтобы стать ведущим дизайнером, у тебя может быть любое высшее образование, маркетолога может быть, технолога какого-нибудь, строителя. Любое высшее. Почему? Потому что, когда ты становишься дизайнером, ты учишь две вещи. Что дизайнер с собой представляет? Он представляет из собой способности, навыки создавать интерьер, все, что касается творчества. И второе, это коммуникация с заказчиком и умение распределять работу между, ну, как бы, делегировать, да, если нужно, защищать свои работы, вести переговоры. То есть это, как бы, навыки, касаемые общения. И те люди, которые прошли навыки самостоятельного ведения проекта и общения, то есть проектная деятельность, это люди по статусу, те, которые прошли высшее образование. А в какой сфере? У тебя навыки базовые, все равно ведение проекта. Все мы сдаем курсовые, дипломные, защищаем работы. Вот что нужно. Не сам диплом и не само содержание, что там было в дипломе, а сам процесс, что ты сделал. Понимаете? Вот в чем дело. Таким образом, любой высший подходит. И дальше, если тебе не хватает знаний именно по планировкам, ты идешь и учишь планировки за два месяца или там за три месяца. У тебя мозг натренирован, ты способен выучить планировки. Почему? Потому что у тебя есть самодисциплина, ты можешь самостоятельно все это освоить. Почему? Потому что у тебя есть высшее образование, ты как-то диплом сдал. То есть ты, значит, суперспособный человек, который может сдать курсовые все дипломы, зачеты. То есть у тебя уже как бы в жизни все хорошо. Ты можешь разобраться с дизайном. Это не ракеты в космос запускать. Ты можешь разобраться, тут нет ничего, посмотреть по навыкам. И ты идешь и обучаешься, хочешь сам, хочешь по книгам, хочешь в вуз, хочешь еще куда-то. Вот такая тема. Так, у меня, например, высшая профессия инженер-эколог не связана с дизайном. Да, Елена вполне. У меня строительное образование, я связан, но частично с дизайном. Но по факту я должен считать больше конструктив и организовывать, управлять стройкой. Вот меня учили на это, организовывать стройку. Но я пошел учиться, учаясь, вернее, я пошел работать в компанию. И я получал, по сути, два образования. Одно на практике в компании, 5 или 6 лет я там был, работал. И второе, это вот в вузе, собственно, техническое. Вот такая тема. У меня вообще управление персоналом, только студию свою открывать. Нет, не только. Если Татьяна вот, Татьяна, если вот хочет создать и быть дизайнером, не только. Вы можете быть дизайнером, если вы получаете дополнительное образование дизайнера на курсах. Вы можете быть. Просто сделайте там пару проектов, и вы увидите, как все работает. Под надзором желательно арт-директора, либо ведущего специалиста. Высшее экономическое плюс школа дизайна плюс курс повышения квалификации от сада не дает возможности называться ведущим. Дает. Спасибо. Да, пожалуйста. Супер. Я ответил на все вопросы. Рад, что вы были здесь со мной почти, наверное, полтора часа. Супер. Если какие-то еще есть комментарии, вопросы от участников, то готов еще, наверное, прокомментировать, ответить. По-моему, все. Классно. Спасибо. Спасибо. Так, ну ладно, если вопросов нет. Если есть вопросы, да, кстати, подписывайтесь, если на мой инстаграм. У меня есть книжка замечательная, энциклопедия дизайна и комплектация, если кто-то не смотрел, не знает еще. Там я раскрыл методику комплектации работы с поставщиками. У меня на сайте по запросу в директ могу прислать ссылочку вам, с автографом отправляю. Спасибо всем. Спасибо за поддержку. Спасибо за острые вопросы. Я их люблю, потому что за нами правда. И мы без каких-то истерик, без перехода на личности, без мата конкретно объясняем, отвечаем с уважением и с заботой о людях и других. То есть, по-моему, я сегодня никого не обидел. По крайней мере, я старался. Если кого-то обидел, извините, я не со зла. Ну, такой мой образ мысли. Ни в коем случае не хочу никому навредить чего-то. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. Пока.